Вопрос от Александра. Наша семья сыроеды с трехлетним стажем. Молочные продукты животного происхождения у нас и у детей не усваивались. Только грудное молоко у детей. Перейдя на сыроедение, мы их просто исключили. После чего состояние здоровья резко улучшилось. Можем ли мы развиваться дальше без молочных продуктов, помогать восстанавливать род, или это невозможно? Что-то изнутри подсказывает, что такой путь может оказаться одним из многих к той же цели. Но хотим уточнить в избежании ошибки. У меня друзья есть, по 17-18 лет сыроеды, и у них у всех склероз начался. И они были вынуждены вернуться к молоку. Видно говорится, если человек не употребляет молоко и молочные продукты, у него не развиваются тонкие ткани в мозге, он не может развивать клуби и колобья тела. То есть молоко это поставщик белков животного происхождения, который необходим для построения нейронных клеток головного мозга. То есть извилин, чтобы больше стало, нужен строительный материал. Вот это вот молоко наши предки применяют. А это связано с особенностью людей вот сейчас, в Калию, или это всегда так было? Всегда так было. Всегда у нас было молоко. Сначала это ящеры были у нас, они дойные были, как коровы. А потом вот корову завезли сюда. То есть молоко нам необходимо. Можно жить здоровой жизнью и долгой жизнью, но быть глупым. То есть клуби и колобья тела не разовьется. Здоровье можно иметь, только эволюции не будет. А тот, кто развил клуби и колобья тела, тоже нам можно от молока отказаться. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok